С начала года в городе-курорте уже трижды горела трава. В прошлом году такого не было. А минувшим летом возгорания сухой травы и камыша стали настоящим вызовом для анапских пожарных и спасателей. Увеличение по сравнению с 2016 годом более чем в два раза. Основные причины – погода и, само собой, человеческий фактор. Немалая доля возгораний приходилось на земли сельхозназначения. Спасатели считают, что сегодня необходимо возрождать в сельскохозяйственных предприятиях противопожарную инфраструктуру. На сегодняшний день ни в одном из них нет не только пожарных команд, но и пожарных дружин. Отсутствуют также договора с пожарно-спасательными службами. Тем не менее, длинная доля ландшафтных пожаров приходится на неудобие, так называемые, земли сельхозназначения. Причем ликвидация этих пожаров ложится на плечи МВУ службы спасения и федеральной противопожарной службы. Считается, корни неправильно. Давайте обвяжем решение о КЧС. Где вы считаете, там должно быть, там должно быть, пусть будет. Есть какое предложение внести решение о КЧС? Можем? Можем. Давайте. В противопожарной службе говорят, что добровольные пожарные дружины сегодня необходимы и в сельских населенных пунктах. Считаем необходимым. Принципе по созданию двух подразделений пожарных храмов в поселке Виноградном, который обеспечивает прикрытие четырех населенных пунктов, в село Юрока, которое обеспечит прикрытие шести населенных пунктов, в поселке МАУ-3, Шичукон, создать добровольную пожарную команду с выездной техникой, включить их в выезд, провести обучение, подготовку, кондуктовать необходимым инвентарем. По словам главы Джигинского сельского округа, сегодня им необходима небольшая, но своя пожарная часть. Село удаленное. С другой стороны, чтобы попасть в него, нужно пересекать железнодорожный переезд, через который ежесуточно проходят порядка 80 составов. В наступившем году планируется и дальше совершенствовать систему безопасный город. К лету необходимо завершить очистку русла реки Гастагайка. Всего около шести километров. До этого очистили почти два километра Анапки. Риск подтопления домов в станице Анапской теперь сведен к минимуму. Как рассказал заместитель главы города-курорта Валерий Королев, на краевом уровне работу анапской системы в минувшем году оценили достаточно высоко. В прошлом году анапские спасатели выручили из беды 86 человек, примерно четверть из них дети. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.